город очень нравится мне нравятся люди я считаю что здесь очень красивые места конечно у города есть проблемы это ясно но среди этого все тоже очень красивые места очень прекрасные памятники которые я нигде не видела всякие спрятанные всюду изумительные люди очень добрые очень гостеприимные извините мои русские я уехал когда мне было полтора года я их люблю я хочу футболку я тоже киселевский канадец надо напечатать я считаю это ужасно я считаю не то что они особенные они хорошие они 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 мне очень нравится я переживаю за них и я очень надеюсь что эта проблема будет решена потому что там просто честно как человек приезжаешь и там пахнет голова кружится головная боль наступает а это чувствуется в легких я наверное после этого день или два чувства в легких этот газ нельзя сказать что ты не газ это необычный там пожар как ты там на походе сказать но я я и опять скажу что мне люди мне люди прежде всего я люблю русских я сама русская и это типа экстремальный туризм да потому что у нас на западе очень много на западе очень много новостей о вас во первых был черный снег в феврале а это всюду-всюду было и в европе и в америке и для нас от просто это было как сказка и верилось это был как сказка тогда через еще пару месяцев этих этих были эти канадцы и а не смотря на никаких политических сторон то что меня поразило а то что эта проблема и калу и экологические беженства ладжико рафи чейс инвалид менту рафи ческак у нас говорят что мы а ты только видел мы а ты только видели в горячих местах у нас только обсуждают как как там в мексика или в южной америки становится горячий горячие что люди да в плане экологии это был первый раз что я слышала а а вот это то случая ну например подземгаз сибирь что там такая экологическая ситуация что тоже можно назвать эти люди беженство для меня это интересно потому что я тоже беженство это тема очень близко ко мне а я я просто понимаю чувство беженство я считаю что я как я понимаю это мысль я понимаю это нужда и я просто стал очень заинтересована стала исследовать на интернете в том числе я рассказывал моими друзья семью и все были как бы в шоке но когда я им рассказывал черный снег кислёвские канадцы они тоже стали супер заинтересованы и что я реализовала это что может быть здесь есть способ способ какой-то бизнес выращивать потому что у нас это развито очень экстремальный туризм это молодые люди может быть особенно может быть они не хотят ходить каждый день в музее когда они едут куда-то может быть они не хотят весь день смотреть на памятников они хотят смотреть как живут реальные люди иметь связь с этими людьми они хотят понимать как город на самом деле работает из внутри и